Бурятия Уважаемые пятницы, уважаемые земляки, я, во-первых, хочу всех поздравить с праздником. И с 95-летием района, и с 290-летием города. И, конечно, с открытием памятника основателю Саве Лукачеву Кузинскому. И отмечу, что в 1725 году он назначен послом России в Китай и заложил основу наших взаимоотношений. При его участии и благодаря ему был подписан Кахтинский договор. Который определил границу с Китаем, договор, который определил торговые взаимоотношения, дипломатические взаимоотношения. И это первый договор, который закрепил официально все наши взаимоотношения с Китаем. И он же заложил в итоге и город Кевтон, который до середины 19 века был главным центром российско-китайской торговли. И сегодня город имеет все перспективы также повторить их славную историю. В этом году у нас заканчивается реконструкция пункта пропуска, выдавляется пропускная способность. У нас развиваются перевозки по Великому Чайному пути. У нас железнодорожные перевозки транзитных контейнеров уже выросли в 4 раза. У нас, как только разовется пункт пропуска, увеличатся и автомобильные перевозки. Вы знаете, что, может быть, знаете, у нас подписано трехстороннее российско-монгольско-китайское соглашение об автомобильном транзите, которое предусматривает свободные движения как наших водителей, так и монгольских, китайских на своих транспортных средствах по маршруту Ландыр-Бензин. И у нас развиваются взаимоотношения с Китаем и с Монголией. С Монголией мы вообще братья, поэтому наши взаимоотношения в этом направлении имеют хорошие перспективы. И по итогам недавней встречи, которую буквально на днях прошло, Владимир Владимировича Путина, президента Монголии, Батулгии и Витяна Китая, Си Цзиньпини, у нас новые перспективы, и у Кяхты новые перспективы на этом фоне. Городу жить, городу расцветать, городу развиваться под непрерывным контролем, под окон основателя Савы Рыбузинского. Всех поздравляю с праздником. Представители города Кяхта, Троицкосавск, Савы Лукича Владиславича Рыбузинского, Бранко Вукамановичу. Спасибо, уважаемые дамы и господа, дорогие кельтинцы, дорогие жители Древнего Град Троицкосавска. Это огромная честь для меня, особенно здесь, потому что здесь я, конечно, не единственный потомок Рыбузинского. Здесь каждый житель Троицкосавска – духовный потомок Савы Владиславича. А это значит, что в мире все братья и сестры. Спасибо вам большое, желаю вам всего самого лучшего. С праздником! Каждая эпоха требует своих героев. Хорошо, если они появляются. Таким был граф Рыбузинский. Человек неуемной энергии, дипломат, разведчик, талантливый предприниматель. Он всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу своего народа, за укрепление его верного союзника, российского государства. Дорогие друзья, просим вас преподнести цветы к памятнику основателя нашего любимого города Саве Лукичу Владиславичу Рыбузинскому! Савы Владиславичу Рыбузинскому! Дорогие друзья, выражаем огромную признательность всем участникам, инициаторам открытия памятника, его изобретателям.